Здравствуйте, друзья мои! О чем христиане любят больше всего говорить? О молитве. То, что у нас никак не идет, никак не получается, и то, в чем мы с большим трудом разбираемся. Как это, что это? И спрашивают люди, что вы там делаете в церкви? Молимся. А что это такое? Очень сложно объяснить. И бывает сложно даже самому себе объяснить ровно до тех пор, пока Господь не проведет тебя через какую-то скорбь или утрату. И тогда ты начинаешь понимать смысл молитвы. Нечто подобное происходит с дальнобойными ракетами, например. Есть точки базирования, например, каких-то ракет дальнего действия. Стоит огромная машина, на которой непонятные нагромождения. Рядом ходят люди. Не понимают, зачем это чудовище тут находится, что в ней толку. Могут даже шутить, говорить, что могли бы использовать это для чего-то более полезного. Например, на этой машине можно было возить детей в школу. Может быть, там развешивать белье, как-то сушить, хотя бы привязывать на этой дурище. Можно было бы этих солдат использовать для колки дров, может быть, для самодеятельности. В конце концов, может быть, женить на них наших брошенных девиц, беспреданниц. Вот оно стоит без дела совершенно, но только случится, не дай бог, вдруг какой-то конфликт, когда только один миг жизни и активности этого огромного монстра оправдан и дает о себе знать. Тогда все начинают понимать, почему это так важно и как это работает. Вот то же самое происходит с молитвой. И для нас открывается ее значение, смысл и сила только тогда, когда мы переживаем утрату. Нас Господь проводит через серьезные испытания. Мы ведь просто люди, и утрата касается не только умерших людей. Вот у вас есть друг, вы его любите, а он вас проклял, он с вами не общается. Но вы продолжаете за него переживать. И единственная связь, которая у вас остается с этим человеком, это молитва. Кажется, как это может действовать, когда это ведь связь не с человеком, а связь с Богом. Ты же с Господом разговариваешь об этом человеке. Или, например, как это часто бывает, когда раскалываются семьи. И самое тяжелое, что может пережить человек, это разлука с детьми или с внуками. Когда пожилого человека разлучают с внуками. Для пожилых людей это очень важно увидеть зеленый росточек на своем дереве. И вдруг невестка категорически запрещает общаться вам с внуками. Запрещает видеться. Строит какие-то перепоны, скандалы. Запрещает даже звонить. Что делать? Что остается делать такому человеку? И мы говорим, остается молиться. А что это значит? Ну что это даст? И человек, который все-таки понимает от безысходности, что это единственное, что ему остается, вдруг открывает, что молитва дает очень много. Мы не должны требовать с нее того, что она не может дать, с одной стороны. Но и с другой стороны должны открыть в ней то, что она нам дает, а мы не хотим это принимать. О чем я говорю? Я говорю о том, что молитва — это форма присутствия. То есть, если вы молитесь за человека, вы присутствуете рядом с ним вот сейчас, в этот момент. Даже если вы разлучены километрами, и не только километрами, даже если вы разлучены смертью, если вы молитесь за этого человека, вы пристоите перед Господом с его именем на устах, с именем этого человека. Вы вдруг в какой-то момент понимаете, что вы присутствуете в его жизни, а его жизнь присутствует в вашей. И кроме того, в отличие от физического присутствия, здесь и сейчас, например, вам дали возможность общаться с внуком или с ребенком, которого вы мечтаете просто подержать за его маленькую ручку, мечтаете прикоснуться к этому зеленому росточку на вашем родовом дереве, а вам не дают. Вы присутствуете только здесь и сейчас. Молитва дает возможность вам присутствовать не просто в конкретном моменте жизни, в физическом моменте или моменте времени этого человека, а в молитве вы присутствуете во всей жизни этого человека. Это очень странно звучит, но те люди, которые молятся за своих близких, за живых и усопших, это прекрасно понимают. И что это значит? Это значит, что таким образом вы вымаливаете человека. Вымаливаете. Вот у вас есть неверующий родственник. Или даже, как это часто бывает в семьях, молодые родители не хотят крестить детей. Это бесконечно ранит сердце родителей, бабушек и дедушек, которые хотят молиться за своих внуков, хотят видеть их у чаши Евхаристии, но ничего не могут с этим поделать. Но вы молитесь за своих внуков, и ваша молитва действует не только на Ванечку и Машеньку, которым 5 и 7 лет, а ваша молитва действует на всем протяжении их жизни. Ванечке будет 65, и ваша молитва будет действовать на него. Машеньке будет 78, и ваша молитва будет продолжать действовать на него. И вы будете продолжать присутствовать в его жизни, потому что вы предстоите с именем этих внуков на устах перед Господом, который в вечности. И люди, честные и чуткие, которые, может быть, в молодости отмахиваются от этих странных стариков, которые пропадают в церкви, со временем начинают понимать, что именно бабушка или дедушка, которые давно уже умерли, вымолили меня. Они до сих пор продолжают меня вымоливать. И то, что я в церковь пришел, это действие той молитвы, которая началась когда-то там 30-40 лет назад. Это большая сила и большое дело. Мы ведь относимся к молитве как к чему-то, знаете, декоративному. Ну, может быть, есть, может быть, нет. И в какой-то момент люди, особенно зрелые, у которых есть дети, внуки, начинают понимать, что это моя вахта. Это моя молитвенная вахта. И как часто молодые люди смеются над стариками. Вот нагрешился в молодости, а сейчас в церковь ходит. Смотрите. Вот дает. Хорошо устроился. Нагрешил, теперь ходит каяться. Он же ведь не просто ходит каяться. Он вас, дураков, вымаливает. Да, именно так. Не только за себя молится ваш дедушка или ваша бабушка, или, может быть, даже ваши дети. Очень часто бывает так, что за весь род в церкви стоит мальчик-подросток или девочка, девочка, которая бегает петь на клиросе, из всей семьи только один человек молится. А эта молитва воздействует на жизнь всей семьи, всего рода, и живых, и усопших. И это, оказывается, очень большое дело. Если Господь вас на это дело позвал, из всего рода, из всей семьи, именно так, как к этому и нужно относиться, как в вахте молитвенной, потому что вы, как представитель, как посольство перед Господом за всю вашу семью. Это великая честь, великая доверие, ну и великая ответственность. И в отличие от какой-то инвестиции в жизни ребенка или внука, которая позволяет себе, например, бабушке, дедушке, или даже крестные, как это часто бывает, мы покрестили ребенка в юности, пока дружили с этой семьей, а потом наши пути разошлись, они куда-то переехали или перестали со мной общаться. Я не вижу крестника, например. И я за него молюсь. Я не могу подарить ему шоколадку на день рождения, послать даже перевод, потому что родители его категорически меня не воспринимают. Я молюсь за этого ребенка, и, значит, я присутствую во всей его жизни. И я на своей молитве участвую во всей его жизни. И, кроме того, как это ни странно прозвучит, молитва — это самая неустранимая, самая настоящая и подлинная инвестиция в жизнь человека, в жизнь ребенка. Вы можете много сил потратить на образование детей, можете даже создать какую-то подушку безопасности финансовую для его будущего. Это все хорошо, но это все тлен. Это все легко очень распадается, исчезает. Но вот если кто-то в роду молился за этого мальчика, за эту девочку, значит, это уже действует на всю его жизнь. Это такой фундамент, это такая инвестиция, которая никуда не денется. Здесь нет инфляции. Не обнуляются эти средства никогда. Поэтому так ценны в нашей жизни молитвенники. Мы только через скорбь, через страдание начинаем ценить этих людей, которые скромно, без лишних слов, без каких-либо претензий берут на себя этот священный труд. И для многих из нас это единственный выход к тем людям, которые навсегда с нами расстались. Живы они или к Господу отошли. Но наше присутствие рядом с ними и их присутствие в нашей жизни возможно только через молитву. Поэтому молитва — это серьезнейший труд, это фундаментальная наука. и те люди, которые отдают себя этому труду. Это то, в чем нуждается сейчас наша жизнь, которая стала, кажется, безнадежной, секулярной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok